МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас в эфире новости ТМК. Все самое интересное из жизни трубно-металлургической компании. Смотрите сегодня в выпуске. Профориентация в действии. В Сочи школьники узнали о самых востребованных профессиях в ТМК и расширили свой кругозор. Всегда на связи. На Северском трубном заводе обновляют систему корпоративной телефонии. В Сочи в пансианате Бургас благотворительный фонд Синара при поддержке корпоративного университета ТМК ТУЮ провел карьерный квест для старшеклассников. Школ участниц профориентационного проекта «Точка опоры». О каких профессиях узнали школьники, и что нового подчеркнули в репортаже наших коллег. Во время новогодних каникул 114 школьников, а вместе с ними 24 педагога, приехали в пансионат «Бургас» из разных городов России Каменско-Уральского, Полевского, Верхнепышмы, Кургана, Орла, Волжского, Калуги и Орска на финал проекта. Спортивный квест с первого же дня сразу сплотил сборные команды школьников. Они рыбачили, выстраивались в водопроводную систему, проходили полосу препятствий и устраивали гонки в надувных лыжах. Мы действовали командой, то есть там были командные задания по типу лыж, прохождение под полосой, та же рыбалка. Это было вот на сплоченность. То есть вот тогда как-то дало нам такой шаг, чтобы мы прям хорошо начали общаться все. Эти школьники – победители проекта «Точка опоры» в своих городах приехали в Сочи, чтобы пополнить знания о профессиях и развить свои навыки. Корпоративный университет ТМК ТУЮ и школа успешного абитуриента УРФУ подготовили профориентационные треки, квесты, тренинги, образовательные марафоны. Для старшеклассников, которые стоят на пороге взрослой жизни и выбора профессии, такая программа стала максимально актуальной. Принципиально важно было для нас сформировать правильную конструкцию диалога с молодым поколением. Поэтому мы каждый год обновляем форматы и придумываем интересные активности, которые вовлекают детей в проект и позволяют им получить самый главный навык для того, чтобы выбрать правильную профессию в своей жизни. Руководители и ведущие специалисты предприятий ТМК и группы Синара рассказали ребятам об особенностях ведения гостиничного бизнеса, профессиях переводчика в финансовой сфере, и винт-менеджера, журналиста, аналитика и тестировщика в IT-сфере, а также погрузили в мир профессии HR и провели профориентационное тестирование. Я за осознанный выбор профессии и за раннюю профориентацию. А вот сегодня, да, мы работаем со старшеклассниками, и это уже большой результат и большой плюс. И то, что действительно такой охват на сегодняшний день, точки опоры, говорит о том, что в принципе тема профориентации востребована в России сегодня. Удалось, как я уже говорил, пообщаться с персоналами своего дела и начинаешь задумываться. А может, стоит присоединиться к такой дружной команде. Свои вокальные способности, артистизм и знания профессии участники смогли продемонстрировать также в конкурсе «Агитбригад». 20 ярких выступлений представили ребята. Задачей каждой команды было креативно рассказать о специальностях, востребованных на предприятиях ТМК и группы «Синара». Карьерный квест – настоящий проект, который отвечает всем требованиям современного образования, а именно умение взаимодействовать друг с другом, умение работать в группе, умение строить малые проекты, а потом их презентовать. И самое важное – найти себя в своем профессиональном мире. Педагогам тоже некогда было скучать. Бизнес-тренеры корпоративного университета ТМК «ТУЮ» провели для них тренинги. Слушатели узнали, как грамотно выстроить композицию речи, установить контакт с аудиторией, быть стрессоустойчивым и управлять собственным временем. Профориентационный проект «Точка опоры» направлен на детей, но в данный момент, когда дети получают и развивают свои компетенции, педагоги развивают свои компетенции. В общем-то, они не скучают, они развиваются. И мне кажется, что эта программа достаточно интересна для них. Все участники получили дипломы, сертификаты и памятные подарки от благотворительного фонда Синара. А еще съели 25 килограмм торта, для приготовления которого шеф-повару пансионата «Бургас» потребовалось трое суток. На память у ребят остались фотографии, видео, расписанные дружескими надписями фирменные футболки и, конечно, четкий план первых шагов по выбранному пути. Максим Исаенко, Кирилл Гурьев, Елена Шамратова. Новости ТМК. Продолжением профориентационного проекта «Точка опоры» на Орском машиностроительном заводе стала встреча участников карьерного квеста с директором по управлению персоналом. О ее результатах расскажет Ольга Калугина. Первые этапы проекта «Точка опоры» юные арчане проходили в родном городе. Это были экскурсии на ОМЗ, сочинения, интеллектуальный батл. В итоге победителями стали ученики 8-9 классов школ номер 11, 38 и 15. Именно они и отправились в Сочи, чтобы получить новые знания. По возвращению в Орск команда собралась на машиностроительном заводе, чтобы поделиться впечатлениями. Здесь у нас сегодня действительно это три школы, которые стали победителями нашего первого проекта «Точка опоры», который проходил у нас в разном формате. Главная цель всего мероприятия – помочь ребятам раскрыть свои таланты и определиться в выборе профессии. Мне запала в душу больше всего профессия журналиста. Почему? Потому что очень интересная женщина была, она очень хорошо преподнесла этот материал, и также меня интересовала эта профессия раньше. Очень интересно и познавательно. Подобный проект проводится в Орске впервые. Полученный опыт показывает, профориентационная работа в необычном игровом формате интересна всем участникам. Самое главное, мы понимаем, что не случайно сам-то проект «Точка опоры» действительно вот это предприятие, это та точка, которая дает старт и шанс для того, чтобы уже со школьной скамьи ребята понимали, в каком направлении им двигаться. Ребята получили не только возможность побывать в Сочи, но и внести свой вклад в развитие своих школ, гранты от благотворительного фонда «Синара» на развитие материально-технической базы и методического оснащения профильных классов. Ольга Калугина, Татьяна Лакеева, Виктор Литовский, Новости ТМК. На Северском трубном заводе реализуется проект по модернизации системы телефонии. Как будет организована корпоративная связь и в чем ее преимущество, узнала наша съемочная группа. В связи с расширением компании в прошлом году стартовал проект по введению единой корпоративной телефонной нумерации. Рабочая группа из представителей всех заводов разработала и утвердила единую пятизначную систему. Она рассчитана не только на существующих абонентов, но может применяться и на перспективу. Разработан детальный график поэтапного перехода на новую систему, чтобы изменения прошли максимально комфортно для пользователей. Кроме того, определены дополнительное оборудование, программное обеспечение и услуги, необходимые для реализации проекта. В рамках реализации данного проекта с Северским трубным заводом было проверено современная цифровая телефонная станция высокими техническими характеристиками. В настоящее время закончен монтаж и пусконаладка данного оборудования и ведутся работы по переключению абонентов с городской АТС на корпоративную. Параллельно ведется работа по формированию единого телефонного справочника, где за каждым работником будет закреплен телефонный номер. Вся информация будет размещена на корпоративном портале ТМК. Благодаря огромной работе, проделанной коллективом АТС-завода, переключение абонентов на СТЗ должно завершиться в конце января. Звонки внутри корпорации будут осуществляться набором пятизначного прямого номера, выход в сеть общего пользования город Междугородка через восьмерку, а дозвониться в ТМК и на завод извне можно будет через единый многоканальный телефонный номер с донабором корпоративного. Лидия Соколова, Алексей Карипанов, Игорь Соколов. Новости ТМК. Это были новости трубной металлургической компании. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и каждую неделю получайте свежие новостные выпуски. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова